Наш канал довольно долго молчал про Казахстан. Было непонятно, что там на самом деле. При этом внушительная часть наших зрителей, а это мы видим по статистике, именно из Казахстана. Но знаете, что происходило в первые дни? Это очень любопытно. Нам звонили наши друзья и знакомые из Казахстана, и мы рассказывали им, что известно нам. А в Казахстане не было интернета, не было связи. Гадания на кофейной гуще аналитиков из разных стран были весьма противоречивы. Как принято говорить в таких случаях, ну надо же, сколько спецов по Казахстану. Ну вчера же еще нормальные вирусологи были. Но давайте начнем с того, что мы знаем точно. Обратимся к классику. За неделю до Нового года президент России не помнил имени президента Казахстана. И фамилии тоже. Но Русултана Абишевича помнил как родного. А такая его нет. Вот послушайте. Так, вот туда давайте все-таки переедем туда-туда подальше. Опять на галерку вернемся. Телеканал Казахстан Индира Бегайдар. Господин президент, расскажите, пожалуйста, каким направлением региональной и международной повестки в диалоге с Казахстаном Россия будет уделять первостепенное внимание в ближайшее время? И насколько мы знаем, в этом году у вас планировался визит в Казахстан, который не состоялся из эпидситуации. Планируете ли вы в следующем году посетить нашу страну? Спасибо. Да, Индира, да? Значит, что я хочу сказать. Казахстан один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. И они были заложены и первым президентом Казахстана, Насамбищем Зарбаевым. И сейчас подхвачены эти направления и это поддержание этого качества отношений новым президентом. Такаев, Касым Жамарт Кемелевич. Назарбаев его не назначал преемником. Он был назначен вместо блюстителем. Считается, что настоящим преемником Назарбаев видел свою дочь Доригу, а Такаев это типа такой казахский Медведев. Но только не совсем за папу. Почему же Путин поддержал Касыма Жамарта Кемелевича? Ну, во-первых, не сразу. А во-вторых, время Назарбаева-то прошло. И зачем поддерживать то, что уже не стоит само? В-третьих, эта ситуация дает Путину. Путину довольно много бонусов. Он же любит вводить войска. А тут даже в зеленых вежливых человечков играть не надо. Опять же показал всем, у кого в руках поводок, на котором он вводит армянского президента Пашиняна. А у Лукашенко вообще праздник. Он теперь миротворец. Во всяком случае, в СНГ. За это схватились наши беглые за границей. И пытаются на этом и раскачать вас, народ. Что вот видите, мы чуть ли не воюем за Казахстан. Ну, мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих, миротворцев. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им. Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся. Еще мы видели обкатку технологии. Как народное недовольство по щелчку превращается в погромы. И как быстро вербуются мародеры, которых потом можно пустить в расход, заодно опорочив протест. Нашли сейф. Внутри сейфа 2 миллиона, ну, приблизительно несколько миллионов тенге нашли. Всем раздают по две тысячи. Мы находимся возле парламента. Вон там раздают заначки. Запад молчит, изучает ситуацию. А закрутят ли гайки в России? Да их всегда крутят. За это можно не волноваться. А сейчас я хочу показать вам две выдающиеся, на мой взгляд, картинки. Вот эта картина неизвестного мне художника. Изображает всеобщее восхищение Назарбаевым. Слева ему аплодируют мировые лидеры. Справа лидеры СНГ и подрисованные явно позднее Путин. По-моему, шикарно. Прощай, елбасы. А это тоже портрет лидера Казахстана. Вернее, Казахской ССР. Первый секретарь Кумпартии Казахстана Леонид Ильич Брежнев. 1956 год. Что я хочу этим сказать? Что это пройдет? Ну нет. Просто красиво. Не забудьте подписаться на канал МЫР. И поставьте, пожалуйста, лайк. Чем больше лайков, тем больше наше сообщество. Любопытных и неравнодушных людей. Казахстана Леонид Ильич Брежнев.